здравствуйте друзья скоро новый год до нового года еще и рождество и вот начинается такой партийный сезон будем гулять до рождества нового года после рождества нового года вы все это конечно увидите это ресторан ресторан ведь называется итальянская еда фрэнки джонни и луи джи так вот а эта улица элкаминарил находимся в городе маунтин вью вот и это как бы официальный вход так красиво так видите вот заходим никого сейчас нету ресторане тут 33 часа дня там 3 15 мы у нас назначена на 3 30 вот сюда мы и заходим даже хорошо друзья думаю что никого нет хоть можно поснимать нормально так вот никого не нервируем так он там туалет в конце если кто интересуется пожалуйста можно пойти так тут какое-то убранство новогодние вот то что вы видите флаги наверху это с новым годом не связано это просто флаги а чё там такое не знаю что-то там может готовят что-то вы так как вы в очереди оказались вспоминай мы любуемся портретами о господи похож на как его фамилия нет есть есть прямо ну как его юморист забыл похож похож нет нет на российского вы видите друзья там заманчиво так заманчиво но мы движемся другую сторону вот сюда такой грот понимаешь елка никого нет приятно даже когда никого нет хотя иногда вроде люди так в радость бывают но вот сейчас мы пришли и никого нет такое ощущение что вы за этим же самым столом сидели последний раз когда тут были да но для съемки так удобнее когда никого нет вы видите друзья произведение искусства статуй мальчика так вот там блюдо и как бы растет 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 вот у нас друзья меню тут вот еще меню тут еще меню и тут шампанское друзья у нас итальянская но мы привезли его с собой здесь не недорогой такое это называется коркинг фит то есть если с собой принес то за пробку говоря значит с пробки 12 долларов такая бутыляк и стоило бы на 70 слию брать такая большая шампанское хорошего дорогая понравилось на пробка дорогая вот друзья после аппетайзеров пошло горячее это у нас суп называется клэм чаудер и вы как министроне а я заказывал клэм чаудер нет он сказал и ты с клэм чаудер значит друзья вы конечно которые нас смотрят часто те из вас извините что я по-английски фразу построил значит привыкли что клэм чаудер он такой как бы мучной беленький там и так далее это не всегда так бывает такой томатный вот люди говорят что это министроне так чисто внешне это не министроне это таки да клэм чаудер я два раза спросил я как тестер значит я не не спрашиваю один раз а я всегда оставляю некий шанс на то что не получится я спросил дважды это таки клэм чаудер сейчас будем пробовать так анна леолидовна возьмите пожалуйста камеру и покажите меня пробующему да надо проверить получается так не надо хватать так всем коллективом держат анну леонидовна вообще-то это конечно сейчас попробуем так сильно внешне не походит не походит это итальянский клэм чаудер не важно он не пробует а где клэм то это мясо? а я знаю что все это это мясо клэм чаудер тест фейл я знаю что все это все остренький очень вкусный очень вкусный но сказать что это клэм чаудер нужно иметь большую фантазию ну да это министрон официант два раза сказал а это министрон у меня он конечно вкуснее но он вкуснее а министрон это что я и думаю это вот это это софер который всевозможный вываривается мясо потом всевозможные беджеты с помидоркой с фасолькой все что согласитесь вы видите друзья я дегустирую вас на глазах а они значит говорят что у нас в Одессе делают лучше это макарончики макарончики вот и все что в доме нашлось по сусетам поскребла друзья если они говорят что это клэм чаудер то я готов принять это название а учитывая что суп хороший мне кажется это министроний у нас вот так друзья платишь бабки и никогда не знаешь что получишь то же самое как в России но я не хотел страну называть Миша вы знаете когда женишься тоже не знаешь что получишь да супом не так страшно да друзья вот за это евреев не любят за мудрость поднесли это маслице какое-то да середочный что ли да сейчас поверю это мы есть чесночка софия когда вы спросили еще раз что это за суп третий раз был вы спросили что за суп я спросил Володя спросил да министроном сказал да у всех кроме да а потом показал на меня пальцем а вот у этого и говорит вам чаудер я после этого начал чувствовать вкус рыбы потому что до этого чувствовалось как мясо да друзья вы видите блюда леонидовна как это карбонаро его назвали фетучини карбонаро то есть с карбами короче так теперь владимир что это такое у вас это салман фетучини вы с пастой вы с пастой хорошо салмана легко узнать кусочками салат махи 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 друзья махи махи это рыба а салат из нее сделали вот как красиво вот смотрите так ой там еще несут так Оля это просто рыбка с рисом нет это рисотто рисотто да салмана стейк это друзья стейк я держу камеру над блюдом но вы запах явно не чувствуете хотя те кто с воображением могут у нас многие часто чувствуют запах когда смотрят наши видео это друзья ну мы скажем маленькая порция от барана частичка частичка бараньего счастья должно быть очень мягеньким это коленка видимо называется как-то оса буко буко вот это вот буко у нас на тарелке это еще одно блюдо Лена что это? это eggplant промежание это баклажан с сыром в томатном соусе запеченный и вот это мы видим сайтов макароны с томатным соусом и я так понимаю спинач шпинат а ничего так мясного нет там или рыбки нет ничего это овощное овощное так тут у нас си-фуд комбинация ага то есть там разные си-фуд не забывайте друзья мы живем на море океане рыбка си-фуд 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 буквально вчера еще был в воде скорее всего паста да ну друзья и заканчивается американский товарищеский ужин тем что то что осталось забирают в коробочку коробочку предоставляется от учреждения и обычно даже официанты сам тебе наложить туда из твоего но тут они как-то поступили поточно по точным методам вот и значит раздали нам коробочки и сам себе накладывай вот такая можно сказать культура обслуживания вот а чего они их так сложили что в офис что ли несут да вот видите все в коробочках коробочках а называются они доги бокс как доги бокс доги для собачки да как бы это для собачки друзья типа как бы типа и друзья в качестве завершающего элемента встречи значит для коробочек нам дали пакетики патриотические пакетики на них написано сделано в США и написано что они reusable да их можно не выбрасывать и говорят если у вас будет пакетик не выбрасывайте пакетик его можно еще раз использовать для чего-нибудь еще друзья значит мы на этом месте поздравляем всех присутствующих и зрящих нас зрящих нас с новым годом 2017 потому что если кто-то будет через 3-4 года смотреть чтоб он знал о каком годе речь вот все помахали ручками так и в общем друзья я знаю что вы мысленно с нами я извиняюсь если кто-то с утра или перед сном и пошел кушать это часто бывает но да да у нас все хорошо чего и вам желаем счастливо спасибо 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 спасибо